Добрый вечер, Максим! Добрый вечер, Максим! Тема сегодняшняя наша – это почему христиане ненавидят евреев. Складывается ощущение, что нужно ее продолжать, и любую нацию, любую религию, любой народ можно поставить в заголовки вот этой ненависти к евреям. Но я думаю, что если Господь даст и возможности, и время, и силы, может быть, мы продолжим эту тему. Итак, тема достаточно серьезная, глубокая. Я не смогу сегодня в рамках того, как мы любим с вами, коротко, ясно, простым языком и понятно, коснуться, может быть, всех нюансов, всех каких-то аспектов христианской ненависти к евреям. Но начну вот так вот сразу вголоп, потому что… Ну а что тянуть? Ну а что тянуть? И вопрос ненависти, наверное, он, если вы еще не видели прошлый наш выпуск, обязательно посмотрите его. Ссылку мы обязательно вам покажем и расскажем, где можно это сделать. Вопрос избранности, наверное, как написал мне один из людей, который посмотрел предыдущую серию, сказал, вопрос избранности, вопрос ненависти заключается в том, что у соседа трава зеленее. Чтобы конкретизировать это, я скажу следующее. Здесь вопрос избранности. Вопрос стоит, кто избран. И, конечно же, христианство взяло на себя вот эту вот непосильную, наверное, задачу избранности, вот эту сложную задачу избранности, это знамя нести, быть светом всему миру. И евреи, к сожалению, с этим не справились. Но не так-то просто забрать титул, не так-то просто забрать корону, не так-то просто забрать все атрибуты вот этой избранности. И поэтому необходимо, чтобы это действительно сделать, необходимо как-то более четко разграничить границы и сказать, что вот эти, ну, как часто выражались некоторые средневековые богословы, вот эти собаки еврейские, да, иногда слово еврей произносилось вслух на польском языке, и все знают это слово обычное, нормальное, которым поляки пользуются, но в русском языке, в русской интерпенсации оно стало ругательством, поэтому я его произносить не буду. Христиане сказали, мы избранные, и чтобы евреи больше не рыпались, нужно было настолько их в христианских глазах унизить, принизить, вычеркнуть, растоптать, что это дало громадную такую, знаете, вот фору тому, что ненависть даже не надо было каким-то образом воспитывать. Но все-таки я коснусь каких-то исторических моментов. Вот истоки христианского антисемитизма, они исходят от раннехристианских богословов. В стремлении утвердить вот христианскую религию, а для меня это все, что началось после Константина, после того, как христианство стало официальной религией империи, и появились дома молитвенные, потом церкви, храмы, как принято сегодня это называть, появилось сословие священства, люди стали приходить в церковь, жертвовать большие деньги, и нужно было утверждать этих людей, что они все делают правильно, что они избранные, что они самые лучшие. И вычеркивать все то, что принадлежало когда-то другому избранному народу. И богословы взялись, засучили рукава и начали делать то, что сегодня мы с вами, в принципе, как наследники вот этого большого исторического христианства имеем. Чтобы утвердить христианскую веру, так пишет один католический историк, который рассматривал вопросы именно христианского антисемитизма, я, кстати, в конце нашей встречи дам вам ссылку на этого историка и на эту книжку, которую вы можете прочитать и более глубоко изучить эти вопросы. Многие ранние христианские тексты подчеркивали, и сегодня можно услышать это в различных церквях, в проповедях, идею, что евреи отвергли Иисуса как мессию, поэтому, ну, больше людьми-то, наверное, считаться не должны, что вот создало основу для многовековых таких предубеждений. Я сейчас очень смягчаю свою лексику. Средневековые стереотипы очень быстро переросли в действия, а действия мы с вами знаем о гонении. И так как у евреев уже к тому времени не было своей страны, не было своей земли, не было своего государства, они были вынуждены жить в рассеянии по определенным причинам, по пророчеству, то эти гонения было делать очень легко. Посмотрите в той стране, в которой вы живете, на людей-иммигрантов. Их очень легко обидеть, их очень легко унизить, их очень легко оскорбить, их очень легко за людей не считать. Иногда, может быть, они язык не очень хорошо знают и владеют им. Иногда, может быть, те культуру не понимают. Иногда они вот вынуждены проходить через те испытания, через которые местные жители не проходят, даже не догадываются, что они существуют. Вот в средние века вот эти предрассудки против еврея закрепились через мифы, такие, как обвинения, например, евреев в ритуальных убийствах или колдовстве. Помните, да, особенно средние века связаны с тем, что евреи на какую-то там свою Пасху, Песах, они так это называют, приносят жертву младенцев и на этой крови замешивают вот этот пасхальный хлеб, который называют маца. Ну и многие другие предрассудки, вот они внедрялись прямо в средние века. И, конечно, такие обвинения всегда у ревностных христиан вызывали только одну реакцию, пойти и защитить наших детей, отомстить этим евреям. И вот это представление о евреях, оно формировало вот этот градус нелюбви, а потом он перерос в ненависть. И то, что мы наблюдаем в современном мире, когда от просто теоретической ненависти к погромам или каким-то физическим действиям, буквально вот миллисекунды шага для того, чтобы начать действовать. Роль католической церкви, а это была одна из первых таких больших фундаментальных, она и сегодня остается такой церквей, просто сыграла колоссальную роль. Роль католической церкви в поддержке или игнорировании иногда антисемитизма, да, ну, бьют, кого там бьют, евреев? А, ну, так и надо им. Так, ну, пусть и бьют. Указывает на сложные отношения до сегодняшнего дня. Я вырос в небольшом русском городочке на северо-западе России. И с детства слышал вокруг себя, в таком очень православном городочке, вокруг себя слышал нелестные высказания о евреях. Я помалкивал, что я еврей, и я постоянно слышал разные поговорки, что-то не получается, а виноваты в этом евреи. Вот все наши беды мы списывали всегда вот в том моем детстве, в таком православном городке, где все были светские, но церкви колокола звонили по воскресеньям. Мы всегда скидывали, я имею в виду, мы люди, живущие там, даже светские, скидывали всегда на евреев. Вот эти сложные взаимоотношения, которые церковь подогревала избранностью нас, христиан и отвергнутым народом Израиля. Ну что им еще надо? Им, вот они как псы, вот они как свиньи, вот они как нелюди, и с ними можно делать все, что угодно. Политическая и социальная составляющие, ну, конечно же, всегда были на карте, политической карте и географической карте, и социальной. Антисемитизм часто был таким, знаете, политическим социальным инструментом, с помощью которого власти укрепляли контроль или отвлекали, как и сегодня отвлекают население от внутренних проблем. Если говорить о современном мире, то для христиан, как мне кажется, важно переосмыслить, пересмотреть эту непростую часть своей истории, что католики уже делают. Я наблюдаю это в Израиле, как католические священники доносят даже какое-то такое новое понимание переосмысления прошлого современного католицизма, и уже в своих выражениях по поводу евреев и Израилей, Израиле очень осторожно, да, было даже извинение по отношению вот тех гонений, которые когда-то католическая церковь в ранние средние века оказывала и производила по отношению к евреям как к народу, не как к какому-то конкретному человеку, который, ну, негодяй или сделал какую-то пакость, а как к народу. Как говорил мой дедушка, что паспорт можно даже не доставать, потому что бьют не по паспорту, а по лицу. Вот мне кажется, что сегодня вообще в церквях необходимо менять лексикон, чтобы понимать, что у еврейского народа есть свой путь, есть своя миссия на этой земле. Это те люди, которые донесли до нас, христиан, священное писание, это люди, которые когда-то... У меня есть такая шутка, когда я разговариваю с такими ярко выраженными христианами, ну, вот в этом смысле ярко выраженными христианами. Я им говорю, а вы знаете, что Иисус Христос еврей? Многие из них, ну, если это православные люди, сложно с этим соглашаются. Есть адекватные люди. Я говорю, знаете, что еврейский народ 2000 лет назад вам, христианам, подарил миссию, подарил вашего Иисуса надежду, жизнь, спасение и все. Может быть, настало время вернуть долг еврейскому народу, ну, хотя бы в виде любви, принятия их такими, какие они есть. Поэтому это сложный вопрос. Но ответ на этот сложный вопрос, вот этой ненависти лежит, конечно же, в богословии, конечно же, вот в этой мысли, что избранные теперь мы, а не они. И здесь я попробую как-то сгладить границы, хотя многие в комментариях будут именно на эту тему выступать. Я до сегодняшнего дня считаю, что нет понятия «вместо», есть понятие «вместе». И мне кажется, что это библейское откровение. Христиане не вместо евреев. Христиане вместе с евреями. Евреям единственное, что необходимо, это признать своего миссию, что, допустим, мы, верующие в Иисуса, люди в Израиле, живущие в Израиле, стараемся делать и объяснять тому народу и той нации, среди которой мы живем, что наш истинный мессия, его имя Ишуа Машех, Иисус Христос, и все, что необходимо еврейскому народу сегодня, это принять их собственного миссию, который приходил к ним 2000 лет тому назад. Но не «вместо» я бы предложил христианам рассматривать вопрос избранности, а «вместе». И тогда вот это «вместе» возможно, опять же, это очень большой и сложный разговор, а мы с вами договорились, коротко, понятно и просто. Вот это «вместе» может быть как раз вот с точки зрения, потому что если говорят «от любви до ненависти один шаг», то «от ненависти до любви» может быть еще меньше. Проявить вот эту милость, любовь и признание еврейского народа такой, какой он есть. И, возможно, еврейский народ быстрее признает того мессию, в которого христиане верят. Вот сегодня я хочу именно в это русло направить наши с вами рассуждения, пользуясь таким уникальным шансом разговаривать с вами. Тема, которая, на мой взгляд, имеет очень глубокие корни, и нам необходимо эти корни исправить. Потому что и в современном мире, в современном христианском мире, даже если явного антисемитизма, может быть, мы и не наблюдаем, то на бытовом уровне есть какие-то определенные высказывания. Иногда я называю это реверсный антисемитизм. Он такой, он наоборот. Вот все разговоры о евреях, вот давайте оставим евреев в покое, давайте не будем выделять их в какую-то особую категорию, давайте будем относиться к этим людям просто как к обычным людям. И тогда, и тогда, может быть, и на бытовом уровне вот это вот какое-то, знаете, такое внутреннее глубокое антисемитское настроение у нас исчезнет. Мы поговорили с вами сегодня о раннем христианстве, поговорили о средневековых стереотипах, гонениях, притеснениях. И, например, папские эдикты 1205 года. Приведу некоторые факты для того, чтобы мои слова не были голословными. Изданный Иннокентием III, он внес вклад в популяризацию тех мифов, косвенно утверждая необходимость защиты христиан от еврейского влияния. В результате таких утверждений возникли насилие, погромы, крестовые походы, и тысячи евреев были убиты, когда проповедник из-за кафедры говорит что-то и, знаете, вот легимитирует какое-то отношение или какое-то действие по отношению к другим. Евреи стали зримым воплощением всего, что угрожало христианской стабильности и идентичности, избранности, какой-то вот особой позиции в этом мире в отношениях с Богом. И поэтому все, что может эту позицию пошатнуть каким-то образом, надо искоренять. И поэтому рождается мифология, рождаются такие истории. А я слышал, а один человек мне говорил, а вот я знаю точно, точно, точно. И мы с вами подхватываем эти байки, которые в определенный момент при определенном влиянии, может быть, даже очень таким возвышенным религиозно-богословском влиянии, могут подтолкнуть и меня к тому, что я пойду громить избранный в кавычках народ в моей голове. Почему? Потому что очень часто в истории католической церкви мы наблюдали такое, что мы видим, что справедливость должна восторжить, но Бог почему-то ее не делает. Почему-то Он медлит. Давайте поможем Ему сделать это. И поэтому была инквизиция, поэтому были погромы, поэтому были официальные убийства, которые до сегодняшнего дня, может быть, таким или иным образом, может быть, не в такой крайности проявляются. Мы как бы помогаем Богу, чтобы справедливость восторжествовала уже сейчас. Встаньте на путь исцеления. Сделайте что-то доброе еврею, если вы его увидите. Скажите ему спасибо тебе и твоему народу как части, что вы сохраняли и сохраняете священное Писание. И оно есть сегодня у нас в том виде, в котором мы его читаем. Что вся наша история христианская, она базируется на пророках, на Писаниях, на Торе, на Пятикнижней Моисея. И мы благодарны этим людям за то, что они по крупицам, переписывая буква за буквой вручную, столетиями, донесли до нас это живое Божье Слово, которое мы с вами сегодня, верующие уже в Иисуса, христиане, читаем. Подумайте об этом. Исцеление не произойдет на уровне нации или народа. Оно произойдет на уровне меня лично, на уровне каждого человека. Последнюю каплю современной, я бы сказал, такой антисемитизмы протестантов внес, конечно же, Мартин Лютер. И снова эта история надежд и рухнувших вот этих ожиданий. Мартин Лютер понимал, что в Европе есть проблемы. Он понимал, что евреи страдают от католической церкви. Он понимал, что сами католики страдают от католической церкви. И он думал, что вот его философия спасения по вере, вот его эта идея Библии на понятном родном языке, она также поможет еврейскому народу, и они признают в Иисусе Мессию. Но этого не произошло. И тогда отношение любящего такого вот пастора, Мартина Лютера к еврейскому народу резко изменилось. И он как раз и называл их недостойными собаками и свиньями. Он считал, что евреи отвергали христианство в основном из-за католических искажений. И когда эти искажения были убраны, он думал, что вот сейчас целые еврейские общины придут в этот новый, как мы сегодня называем его, протестантский мир. Но этого не произошло. И вот Лютер, испытывая глубокое разочарование, вывел весь свой гнев и резкую критику в их адресе, в своих произведениях. Лютер был погружен в культуру, в которой антисемитизм был широко распространен, укоренен, он был в крови каждого человека. И он прекрасно знал, как и на какую нужно нажать нотку, для того, чтобы вот эта мелодия антисемитизма заиграла. И он это сделал. Он поддержал эти мифы средневековые о евреях как убийцах Христа, как предателей Бога. Вот эти стереотипы ритуальных убийств, во стремлении подорвать христианскую мораль, они очень быстро распространились и в новом протестантском мире. И эти представления, вероятно, повлияли на самого Лютера и на его последователей, и сформировали его и, может быть, ваши взгляды на еврейские общины, на еврейский народ. И до сегодняшнего дня вот это вот убеждение христианства в том, что евреи противники, евреи, которые отвергли, евреи, которые распяли Христа. Я тут отклонюсь от основной темы и скажу, что а если бы евреи этого не сделали? Это же было предписано, это было так по пророчеству. Если бы этого не произошло, то Мессия бы не умер и не воскрес. И другими словами, у нас бы не было спасения, которое он нам дает. Да, но это вот такое лирическое отвлечение. Если вообще говорить об этом вопросе, то нельзя всю еврейскую нацию судить по тем членам Северона, которые ночью приняли такое решение. А если читать внимательно книгу «День апостолов», то мы видим 10, 15 и больше тысяч человек только в Юрусалиме, которые со всеми окрестностями к тому времени, может быть, 30-35 тысяч человек, начислял, которые приняли Иисуса как Мессию в то время. Поэтому это очень сложный богословский вопрос, о котором многие христианские проповедники, к сожалению, умалчивают. Вот я бы хотел, чтобы мы с вами сегодня или в каком-то ближайшем будущем задумались о своей позиции по поводу еврейского народа, по поводу антисемитизма и по поводу, может быть, той ненависти, которая может вспыхнуть и в каждом из нас, еврейского народа. И чтобы этого не было, надо об этом думать, надо об этом переживать, и надо какие-то действия любви проявлять любому еврею, которого вы видите вокруг себя. Возможно, ваша любовь повлияет на то, что когда мы в один день окажемся в вечности, мы увидим этих людей среди нас. Да, это абсолютно противоречит даже Танаху, потому что любой человек, который любой человек абсолютно нееврейского происхождения становился, придя к евреям, придя в иудаизм, становился полноправным евреем. Еврей – это же не национальность, это еври. Это тот, кто овер, тот, кто переходит, перешедший. Авраам о евре, тот, который перешел с той стороны. Мы говорим, это человек, который откуда-то вышел и куда-то пришел. Вот мы все, мы все, независимо от национальности, откуда-то вышли и куда-то приходим. Если говорить о родословиях, знаменитостей в современном христианстве, то половина этих людей были в натуральном смысле евреи. Они пришли, они совершили это физическое действие. Например, прародительницы в роду Иисуса и так далее. То есть выделять какой-то народ, который сел и статично занял свое положение, я думаю, что мир нужно рассматривать более динамично. Единственная динамика, которая мне открывается с точки зрения Священного Писания, как Танаха, так и Откровения Нового Завета, это ищущие, это идущие, это переходящие, это достигающие. Вот это те люди, которые поднимаются по ступенькам, падают и снова вставая и идут вперед. Вот только так я отвечу на этот вопрос. Нет, конечно же, корни его в религии, потому что мир был религиозный и тысячу лет назад, и пятьсот лет назад. Мы живем в нерелигиозном сознании или мире, ну я так говорю про европейский склад ума, после французской революции, когда у нас появилось такое явное, классифицированное явление, как светские люди, или как это называется, атеизм, атеисты. И поэтому сегодня антисемитизм, он бытовой, он не имеет никакого отношения к религии. Возьмите любого простого там, ну не знаю, среднеевропейского мужика, который ударяет себя молотком по пальцу, и он кричит какие-то маты, а потом добавляет что-то про евреев, откуда это. У него с религией это абсолютно не связано. Но корни, но корни наши, откуда мы все пришли, мы все пришли из каких-то верований. Насколько я понимаю этот вопрос, он для меня очень прост. Евреи всегда будут у себя на уме, потому что, опять же, очень много веков этот народ жил без своего дома, без своей родины, в любой момент он мог потерять все права, как это и происходило в европейской известной нам истории. Им запрещали жить где-то, запрещали заниматься какими-то видами бизнеса, запрещали то, запрещали другое, они были безмолвны. Поэтому еврей всегда себе на уме раз, он никогда не будет такой же, как вы. И второе, нужно просто общаться, дружить, любить. И если мы говорим о христианине, которому обязательно нужно, что прежде всего еврею открыть Христа, наверное, не получится ничего с этим сделать, и в конце концов скажет, ну, так тебе и надо, еврей. То есть попробуйте просто дружить, попробуйте просто общаться с человеком, который заведомо вряд ли примет Христа так, как вы ему его преподносите, потому что есть очень много и культурных, и семейных, и каких-то, может быть, религиозных предрассудков на эту тему, и люди, ну, боятся доверяться вам, а все-таки строят надежно свою жизнь на той семье, на той культуре, на тех отношениях, которые им понятны. Поэтому просто дружите, поймите, кто это за люди. Может быть, вы от них узнаете намного больше, чем вы можете узнать самостоятельно где-то, изучая какие-то вопросы. Сегодня есть статистика, по крайней мере, я где-то слышал, что для того, чтобы среднестатистического еврея привлечь на сторону Ишуа, Иисуса, нужно где-то около семи лет. Вот наберитесь терпению, и эти семь лет проживите с этими людьми, дружа, общаясь. Я вижу, как это происходит в моей жизни, ни год, ни два, ни три, пока мы доходим до каких-то религиозных разговоров, пока мы доходим до какого-то уровня взаимоотношений, где люди принимают и меня таким, как есть, и мою веру в Иисуса принимают. Я имею в виду и мои соотечественники, евреи-израильтяне. Попробуйте противостоять этим стереотипам, что евреи жадные, евреи какие-то себе на уме, там еще какие-то, держите это в голове, но переведите это на позитивный язык. Они жадные, они знают, что будет в завтрашнем дне, поэтому всегда, всегда у них есть на что выжить завтра. Себе на уме, потому что всегда рассчитывают и просчитывают и думают на несколько шагов вперед. Поэтому шахматисты, поэтому политики, поэтому философы сегодня в мире, куда ни возьмите, вот евреи или около евреи.